Парикмахер Кто-то злобно шипел, молодой дударенький, Вот кто за нас умеет водить. И тогда вы сказали, послушайте, маленькой, Можно мне вас тихонько любить. Вот окончен концерт, Помню все белоснежные, На вокзале ваш мягкий поклон, В этот вечер вы были особенно нежною, Как лампадка у старых икон. Я искала материал, чтобы сделать спектакль. Вот здесь в подвальчике, Стилизованном под маленькие театральные подвальчики Серебряного века, Петербурга. Ведь на Невском когда-то было сто таких театриков. Была такая культурная среда, Которая кипела, варилась. И Вертинский появился ведь в таком же маленьком театрике. И наткнулась на старые ноты, На старые ноты. Редкие черные пиро. Я стала смотреть эти издания, Такие потрескавшиеся, старые, стертые. И вникайте в тексты. Замечательные совершенно, изумительные. Есть такая песенка у Вертинского, Глупая песенка называется. Там есть такие строчки. Тихо целую вам руку в перчатке застегнутой. Мне сразу как-то представился этот образ женский. Женщины Серебряного века, актрисы. И как-то так совершенно независимо от меня Стал складываться этот спектакль. Как-то у меня в уме. Я его стала чувствовать. Я его как-то даже увидела во сне. Я маленькая блина, Всегда нема, Всегда нема. И скажут больше фантомима, Чем я сама. И мне сегодня за кулисы прислал король, Влюблен на бледные нарциссы и лакфиоль. И затаит бисерья гнева, Одна угроз. Мне улыбнулась королева Улыбкой слез. А дом в маленькой коморке Больная мать Не будет больной оборки Перешивать. И будет штопать, Не вздыхая, Мое трико. И будет думать, Засыпая, Что мне легко. Я маленькая балерина, Всегда нема, Всегда нема. И скажут больше фантомима, Чем я сама. Но знает мокрая подушка В тишин ночей, Что я усталая игрушка Больших детей. Вот, понимаете, Время это ушло. Оно безвозвратно ушло. И люди, которые создавали вот эту культурную среду Серебряного века, Они жили на другой планете. Она не вернется, Эта эпоха. Мы что-то утеряли навсегда. Но вот эта огромная энергия, Которая была заложена, Которая дала такой мощный взрыв, Она все равно до нас доходит. И мы сейчас это очень остро ощущаем. Потому что вот если история движется, Вот как мы говорим по спирали, То в какой-то точке происходит смыкание. И начало века, Оно должно как-то подойти И где-то сомкнуться с концом века. Это очень важно еще и потому, что и сейчас вот в обществе, И историческая такая обстановка, она очень совпадает. Такая смутная, неспокойная, очень тревожная. И как ни странно, вот эти, казалось бы, Такие далекие от нас песенки, которые, в общем, Совсем не про это, совсем про другое. О попугайчиках, о бразильских крейсерах, О каких-то красивых немыслимых женщинах. Они, казалось бы, настолько далеки от нас, Но, тем не менее, они сейчас очень остро чувствуются нами. Потому что они несут в тебе такую чистоту И удивительную ностальгию о том времени. Замечательное время. Я вообще влюблена в него. Я поклонница Серебряного века. И считаю, что черный пьер, он никуда не исчез. Он просто на какое-то время затаился, А теперь он опять появился. Бананово в лимонном Сингапуре В буй, когда поет и плачет в океан, И гонит в ослепительной лозу, Птиц дает кроман. Бананово в лимонном Сингапуре Нарком иностранных дел СССР, товарищу Молотову. Шанхай, 7 марта 1943 года. Глубоко уважаемый Вячеслав Михайлович. «Двадцать с лишним лет я живу без Родины. Иммиграция – большое тяжелое наказание. Жить вдали от Родины теперь, Когда она обливается кровью, И быть бессильным ей помочь – самое ужасное. Советские патриоты жертвуют свой упорный сверхчеловеческий труд, Свои жизни и свои последние сбережения. Я же прошу вас позволить мне пожертвовать свои силы, Которых у меня еще достаточно. И если нужно – свою жизнь моей Родине. Я артист. Мне пятьдесят с лишним лет. Я еще вполне владею своими данными, И мое творчество еще может дать многое». Александр Вердинский. Меня вызвали в Главное управление культуры Читы, Где начальник этого отдела культуры мне сказал, Что здесь уже больше недели. Артист Александр Николаевич Вертинский, Он здесь репетировался рядом пианистов, Его они почему-то не устраивают, И он отказывается от концертов. А из Москвы пришла телеграмма с просьбой к нему, Чтобы он дал два концерта в Чите. Я говорю, ну, если он отказывался от всех, То мне не хочется и свою голову класть на плаху. Ну, в общем, он меня, так сказать, прижал, И на следующий день он назначил репетицию в театре Встреча с Вертинским в 12 часов. Я пришел без четверти 12, он уже был там, Он был очень точен, аккуратен и в жизни, И особенно в работе. Вот, у него были три тетради нот, Вошли в класс. Он открыл мне, значит, первую песню. Ну, что же, я посмотрел на фактуру, Простенькая, довольно фактура. Для меня легкая, конечно. Я спросил, можно ли что-то добавлять, Александр Николаевич, или играть как написано. Он говорит, ради Бога ни одной лишней ноты. Ну, что же, я так стал играть. Прошли мы что-то пять, десять, пятнадцать песен. Наконец, он говорит, ну что, давайте спакуем. Я так говорю, потому что он так гасировал. Ну, открывает он дверь, И там, вот этот начальник отскакивает от двери, Директор филармонии. Они, видимо, волновались больше меня. И говорит им, назначайте концерты. Ездили на тройках с бубенцами, А вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас, коллеги за вами, Душу б мне раздеть от тоски. Дорогой длинною, и ночью лунною, И светней той, что вдаль летит с меня, И с той старинною, с той семиструнною, Что поначалом так мучила меня. Волью судеб, вернувшись через много лет в Москву, Вертинский получил квартиру в том же доме Бахрушина, В Казицком переулке, где когда-то поселился С сестрой Надей, актрисой опереточный труп. Помню я ушедшие года, И твои серебряные руки, В тройке улетевшей навсегда. Дорогой длинною, и ночью лунною, И светней той, что вдаль летит с меня, И с той старинною, с той семиструнною, Что поначалом так мучила меня. В сорок третьем году, зимой, Прошел слух по Москве, Что приезжает в Советский Союз Вертинский. И вот первый был концерт его в доме актера. Очень много было артистов художественного театра, Наших учителей, которые после концерта Восторженно рассказывали о своих впечатлениях Нам, молодым студентам, актерам будущим. О том, что это приехал в Шаляпин эстрады. И, конечно, когда он выходил на сцену В синем фраке, темном фраке, Таком темно-синим, потом он говорил, Что надо темно-синим, потому что когда черный, То кажется, что он белес и пыльный фрак. Гладко приглаженные волосы. Какой-то отрешенный выходил на сцену. Он тихо объявлял степь Молдаванская. И тихо начинал играть Не менее великий аккомпаниатор его, Михаил Брохас. Начинал петь, что за ветер в степи Молдаванская. И сразу, моментально, вот это таинство, Которое шло от его индивидуальности, От его какого-то второго плана, Какой-то его биографии, Которая читалась в его лице, в глазах, В его жестах. Все время говорили о жестах. Но жесты эти были не отдельно. Они дополняли ту мелодию, то содержание, Ту атмосферу создавали Каким-то поворотом кисти, Или поворотом головы, глаз. Я видел, как менялось его исполнение Многих его песен. Сперва он пел очень серьезно, С каким-то вторым планом. Потом он иронизировал как бы сам над собой. И он, видимо, шел от публики, Потому что на полном серьезе Об этих всех рафинированных женщинах И ваши пальцы пахнут ладаном. Это все было не очень понятно, Но какой-то сладостный, Какой-то загадочный мир. Меня это пронзило. На фоне всего, что было, Всех этих бодрых наших песенок коллективных. И вдруг этот интимный жанр, Исповедь такая человеческая. Он был поэтом. Сейчас не наше дело судить Большой поэт или средний поэт. Знаете, это Бог потом решит, Кто есть кто. Но я думаю, что человек, Который мог написать, допустим, Такие строчки, И две ласточки как гимназистки Провожают меня на концерт. Я думаю, что надо быть поэтом, И поэтом замечательным. Или, например, Отлив лениво ткет по дну Узоры пенных кружев. Мы пригласили тишину На наш прощальный ужин. Я знаю, даже кораблям Необходима пристань, Но не таким, как мы, Не нам, бродягам и артистам. Замечательные стихи. Вертинский При всей массовой культуре, Как мы сегодня называем, Он будет, он останется. И повзрослеют эти мальчики, Которые хлопают своим кумиром, Повзрослеют и вернутся к Вертинскому. Потому что он истинное явление искусства. Свою родину нежную, Киев, Вертинский любил особенно. Здесь весной 1889 года Он увидел свет. От рода Гоголя и Яновских Мальчику досталось благородство Лица и характера, От рано умерших родителей Одиночество. Ах, где же вы, Мой маленький креольчик, Мой смуглый приз с Антильских островов, Мой маленький китайский колокольчик, Капризный, как дитя, Капризный, как песенка без слов. Такой беспомощный, как дикый одуванчик, Такой изысканный, изящный и простой, Как пуст без вас, мой старый балаганчик. Как бледен ваш пирог, Как плачет он порой. Куда же вы ушли, Мой маленький креольчик, Мой смуглый приз с Антильских островов, Мой маленький китайский колокольчик, Капризный, как духи, Как песенка без слов. Саша славился вольным характером, Часто менял гимназии, а потом и вовсе бросил учиться. Зато он постоянно влюблялся в людей, Природу, события своей жизни. Таким событием было и посещение Владимирского собора. По субботам кузина Наташа Водила меня за ручку во Владимирский собор. Как прекрасно, торжественно и величаво было там. Гневная живопись Васнецова заставляла трепетать мое сердце. Один страшный суд чего стоил. А рядом, около алтаря, Была живопись Нестерова. Как утешала она, как радовала глаз, Сколько любви к человеку было в его иконах. Образ Богоматери был наверху, в левом притву. Нельзя было смотреть на эту икону без изумления и восторга. Какой неземной красотой сияло лицо. В огромных украинских очах, с длинными тонкими ресницами, Опущенными долу, была вся красота дочерей моей Родины. Я долго смотрел испуганно и беспомощно на эту красоту, Не в силах оторвать от нее глаз. Много лет потом, уже гимназистом, Я носил время от времени ей цветы. А внизу в храме, по субботам во время торжественного богослужения, Пел хор Калишевского. Как пели они, эти мальчики, Как радостно и страшно было душе моей, как светло. И, наконец, самое главное, По ходу службы из алтаря Выходили в белых стихарях Тонкие стройные мальчики, чуть постарше меня, И несли высокие белые свечи, И все смотрели на них. О, как я завидовал Этими юным лицидеями. В Москву, пеструю, цветастую, шумную, Юный Вертинский приехал за славой. Богема засасывала маленького артиста, Взятого на маленькие роли в театр Минятюр. Попытка поступить в статисты МХАТа провалилась, А вскоре появился кокаин, Увлечение которым погубило его сестру Надежду. Саша нашел в себе силы Покончить с белой смертью. ЛИРИЧЕСКАЯ Облысевшая, мокрая вся и смешанная, как вы. Вас уже отравила осенняя сляхать бульварная. Я знаю, что крикнув, вы можете спрыгнуть с ума. И когда вы умрёте на этой скамейке, кошмарная, Ваш синевый тропик окутается ванном тьмах. Так и не плачь, не стоит, моя одинокая деточка. Кокаином распятая во мокрых бульварах Москвы. Лучше синюю шейку свою затяните под ту же горжеточкой И ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы. Он пишет о том, как удивительно непредсказуемо творчество. И как у него это именно было. Во время войны, когда он был братом милосердия и работал в санитарном поезде, Это было где-то под Польшей. Были страшные бои, было очень много раненых. Он устал, измучился. Он уже больше не мог и прикурнул, и стал засыпать. И сквозь сон он слышал, как одна сестра, Сестра милосердия, говорила другой. Я никогда еще, я так мечтала выезжать, бывать на балу. И вот эта фраза даже немножко насмешила его. Он подумал, господи, такой захолустный город, Но какой же здесь может быть бал? И куда здесь выезжать? И он заснул. А фраза эта отложилась у него в памяти. В этом городе сон, балов не бывало, Даже не было просто приличных коре. Шли года, вы поблекли и платье увяло, Ваше дивное платье, Maison Lavalette. И однажды сбывались мечты сумасшедшие, Платье было надето, Диалки цивили. И какие-то люди, И какие-то люди с дабами пришедшие, В катаспалке по городу вас повезли. На слепых лошадях колыхались плюмажики, Старый попик любезно кадилом махал. Так весной в бутатовском смешном экипажике Вы поехали к Богу на бал. Как я познакомилась с Вертинским? Это было как-то в рождественский вечер. Я сидела в одной компании, И возникло желание поехать и послушать Вертинского. Я Вертинского знала только по пластинкам, А в жизни никогда его не видела, Но была его большой поклонницей. Мы приехали в кабаре «Ренессанс», Где он выступал. Сели за столик и стали его слушать. Пел он изумительно. Особое впечатление на меня произвело, Когда он спел свою знаменитую вещь, Прощальный ужин. В особенности последняя фраза. Я знаю, даже кораблям необходимо пристань, Но не таким, как мы, Не нам, бродягам и артистам. Я поднимаю свой бокал За неизбежность сменю, За ваши новые пути И новые измены. Я не завидую тому, Кто вас там ждет, Тоскует За возвращение к нему, Бокал свой молча пью я. Я знаю, Я совсем не тот, Кто вам для счастья нужен, А он иной. Но пусть он ждет, Пока мы кончим ужин. Я знаю, Я знаю, Даже кораблям Необходима пристань, Но не таким, как мы, Не нам, Не нам, Бродягам и артистам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я была так покорена, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр Николаевич Очень скучал И стал писать мне письма. Моя дорогая и единственная, Чем больше времени проходит, Тем больше удивляюсь я. У меня открываются точно какие-то глаза, Которые раньше были закрыты, Глаза души. Я никогда не думал, Что можно сиять от счастья, Если с тобой рядом сидит Любимая, тоненькая и холодненькая девочка, и ничего особенного не говорит просто сидит но оказывается что это совсем новое очень яркое и сильное ощущение счастья так вот что такое любовь наконец и я это узнал целое море тишины и радости внесли в мою душу так ясно так спокойно так светло и меньше уже не нужно у какого-то поэта есть от тебя такая в доме тишина и как я боюсь теперь потерять вас и как я боюсь что я может быть не то что нужно вам в жизни не то чего вы стоите за какие заслуги бог послал мне вас не знаю и боюсь что это ошибка что-то не мне что это кому-то другому конечно я люблю в первый раз в жизни потому что я даже представление не имел о всем том что раскрылась мне с вами значит это любовь значит раньше ничего не было саша темнеет дорога а приморского сада желтый до утра фонари я очень спокойно но только не надо со мной о любви о любви говори я верный и нежный мы будем друзьями гулять слова все и и и и и и и В Петрограде известность Квертинскому пришла в кабаре «Павильон де Пари». Ныне в этом доме кинотеатр молодежи был и еще один путь к славе – кинематограф, или, как было принято говорить, синема. Впрочем, кино тогда считали не искусством, а низким развлечением, чем-то вроде балагана. Среди моих тогдашних знакомых была очень красивая молодая женщина, жена прапорщика Холодного, Вера Холодная. Как-то повстречав ее на Кузнецком, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привез ее на кинофабрику. Холодная понравилась. Не успел я и глазом моргнуть, как она играла картину за картиной. Посвящая ей свою новую, только что написанную песенку «Маленький креольчик», я впервые придумал и написал на нотах «Королева и Крана». Титул утвердился за ней. С тех пор ее так называла вся Россия. Многие свои песни я посвящал ей. Как-то, помню, принес я ей показать свою последнюю вещь. Ваши пальцы пахнут ладаном. Она замахала на меня руками. Что вы сделали? Не надо, не хочу, чтобы я лежала в гробу. Ни за что. Снимите посвящение. Затянут красный тронный зал На всю страну, всего-то в реках. Народ дает свой серый бал По милости господни. Как и всегда, король там был. Голландцем неизменно И под ножом он преклонил Высокое колесо. ПЕСНЯ 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 Общих ПЕСНЯ ПЕСНЯ сложное и трагическое во многом. Здесь он пережил очень тяжелый период в своей жизни. Хотя успех он имел колоссальный. Все его концерты происходили в помещениях иногда случайных, неприспособленных, но проходили они всегда с невероятным успехом, ошеломляющим, потому что это был какой-то гипнотизер выходил на сцену. Человек из того мира, из мира, который мы уничтожили, с которым мы боролись, который мы считали проклятым. Пустым, эгоистичным. И он рассказывал об этом мире, что там тоже есть люди. Люди с душой, люди, которые умеют любить, умеют ухаживать за женщинами, ценить женскую красоту. И я думаю, что эта миссия была очень важная. Он ведь выступал, не было ни одной афиши. Не было афиш. Не было, как будто бы не было Вертинского. Но на всех концертах всегда были проданы все билеты. Я уж не говорю о Москве. Это, конечно, большая потеря для нашего искусства, что не снят ни один его концерт. Потому что его надо было не только слышать, но и видеть. Эту пластику, эти руки, необыкновенные. Как Качалов однажды сказал, что у Вертинского поющие руки. Так оно и было. Понимаете? Вначале вообще на его концерты писались какие-то маленькие записки вот такого-то числа. Концерт Александра Вертинского у рояля Михаил Брокс. Понимаете? Потом стали какие-то ленты такие вот печатать маленькие афиши. Ни одной рецензии, как вы сказали, не было. Это, конечно, большая утрата для нашего искусства. Был фотокорреспондент Гурарий Самарий. Он рассказывал, что ему Василий Сталин, сын Сталина, говорил, что отец любит Вертинского, и что когда он устает, он заводит пластинку. У него были пластинки Вертинского, он заводит в тихом, недалеком океане и слушает ее. Когда вышло постановление о большой жизни, и там был большой кусок после Никиты Богословского, когда того проработали, о Вертинском. И мне говорили, что, конечно, Вертинского тогда стерлись в порошок. Но Сталин, это Жданов ему принес, перед тем, как опустить публикацию, Сталин взял карандаш и зачеркнул крест-накрест. Все то, что касалось Вертинского, и сказал, дадим артисту Вертинскому спокойно дожить на родине. Ну, теперь слухами все полнится, понимаете, сейчас опять. Может быть, может быть, этому бандиту вдруг какие-то интонации его показались любопытными, а может, ему выгодно было вернуть Вертинского и кому-то там, понимаете, вставить перо по этому поводу. Вот это все такими обычными человеческими чувствами нельзя объяснить. Нельзя, все что связано со Сталином. Ну, вот. У него была психология пахана уголовного, и почему это происходило, что там он позволял себе этого объяснить нельзя. Я не знаю, зачем и кому это нужно, Кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, Только так беспощадно, так зло не нужно, Опустили их в вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шумы, И какая-то женщина с искаженным лицом Целовала покойников усиневшие губы, И шпунула священника обручальным кольцом. И никто не додумался Просто встать на колени И сказать этим мальчикам, Что в бездарной стране Даже светлые подвиги Это только ступени В неизвестные пропасти К недоступной весне. Я не знаю, зачем И кому это нужно, Кто послал их на смерть, Не дрожавшей рукой, Только так беспощадно, Так зло и не нужно, Опустили их в вечный покой. Помню в Москве, Когда я спел на смерть юнкерам, Меня вызвали в ЧК. Вы что, симпатизируете контрреволюцией? Вы на стороне этих буржуазных выкормышей? Спросили меня. Что мне было сказать? Я ответил, Что просто их жалею, Что они отдали жизнь За безнадежное дело, А их жизни могли бы пригодиться России. Новая Россия обойдется без них, Ответили мне. Но я их жалею. Вы же не можете запретить Мне жалеть. Дышать запретим, Если найдем нужным. Вот тогда я и понял, Что для меня места В новой России нет. И я уехал на югу. Над розовым морем Вставала жена, А льду зеленела Бутыль кабина, И тон окружились Влюбленные пары, Под жалобный рок Каравань с гитарой. Шел 1918 год. Одессой правил тогда Полунемецкий генерал Шиленк. В это время у меня шли гастроли В доме артистов. Однажды, Часа в три ночи, Меня разбудил стук в дверь. На пороге стояли Два элегантных адъютанта. Его превосходительство Генерал Слащев Просит вас Пожаловать к ним. В огромном Пульмановском вагоне Сидело за столом 10-12 человек. Из-за стола Поднялась длинная Статная фигура Слащева. Спасибо, что приехали. Я большой ваш поклонник. Кокаину хотите? Нет, благодарю вас. Спойте мне, Милый, Эту Он задумался О мальчиках. Его лицо стало на миг Живым и грустным. Вы удивительно Угадали, Вертинский. Я запел Высокие свечи В бутылках Озаряли лицо Слащевым. Он кусал губы И чуть-чуть Раскачивался. Вам не страшно? Неожиданно спросил он Чего? Да вот что Все они Молодые жизни Псу под хвост. Слащев положил руку На мое плечо. Господа, Сказал он, Мы все знаем И чувствуем это, Только не умеем сказать. А вот он Умеет. А ведь с вашей Песни, милый мой, Мальчики шли умирать. И еще неизвестно, Нужно ли это было. Вы отсюда куда едете? В Севастополь. Ну, увидимся. Прощайте. Послушай, О, как это Было давно Такое же море И тоже Вино Мне кажется, Будет Музыка та же Послушай, Послушай, Мне кажется, Да? Нет, Вы ошибаетесь, Друг дорогой, Мы жили тогда На планете другой, И слишком Стали И слишком Стали И для этого Вальса И для этой Гипании Прежняя жизнь Грассирующего Жеманного Пьеро Кончилась Как плакальщик И утешитель Побежденных Он провел Последние месяцы На родине, Чтобы потом Расстаться с нею Надолго Это было, было и прошло, Все прошло, и с югой Завело, оттого так пусто и светло Вы слабо зовете, куда, тут живут чужие господа И чужая радость и беда И для них чужие Навсегда АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ